Девушки отдыхают Да, месье Лево Хорошего дня, месье Лево Хорошего дня, месье Лево Хорошего дня, месье Лево ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Напарницы Астрит и Рафаэлло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет же, это другое. Эти двое... Мадемуазель. Да? Это не в моих привычках, но вы очень красивая. Не хотите выпить кофе? Да. Но у меня ровно минута, иначе я опоздаю. А еще я не пью кофе. И вам тоже не стоит. В процессе обжарки выделяется акриламид. Вещество, которое ВОЗ считает канцерогеном. О, говорите, как книга. Книги не разговаривают. 30 секунд. Вы забавная. Дадите номер? Номер? Какой номер? Ну, мобильный телефон, знаете... 0-6-5-8-8-9-4-2-2-2. Но я вряд ли отвечу. Я никогда не поднимаю незнакомые номера. Вот и все. Всего доброго, месье. Подождите, я не записал. Ты реально думал, что она назвала тебе номер? Месье! Она назвала его Месье. Она назвала тебя Месье, братан. Как будто вас она хоть как-то назвала. Полиция. Да пошел этот Лионель Ленуар. Отправь меня на дежурство. Подозрительные смерти нужно расследовать. А человек, обливший себя бензином и сгоревший заживо, кажется мне подозрительным. Это был суицид. Отправь кого-то другого. С тобой тяжко. И случай странный. Почему просто не прыгнуть под поезд? Ты знаешь, о чем я. Костя, послушай меня. Думай, что делаешь. И тогда, возможно, я пойду тебе навстречу. В следующий раз попробуй не облажаться. Я почти его поймала. Этот парень был членом Европейского парламента. И арестовали его до обвинения. Арест высокопоставленного чиновника. Черт побери, как это, по-твоему, должно было кончиться? Если я найду улики, то нормально. Но у тебя их нет. Я еще не закончила. Закончила. Вот, отчет жду завтра на столе. Начинай. Есть более четкие видеожертвы? Камеры есть только на стоянке, не в проходах. Но он был один, когда парковался, и он вернулся один. Можете проверить. Это вы? Да, я все видел на камерах. И прибежал, как только смог, но было уже поздно. Никогда не судите по обложке. О чем вы? Ну, хороший костюм, хорошая машина. Кто бы мог подумать, что он это сделает? Ладно, отправьте кадры в убойный отдел. Ну, свою работу я сделала. Спасибо. Пожалуйста. Это мадам Ленуар? Да. Можно? Здравствуйте, мадам. Я инспектор Косте. Сожалею о вашей утрате. Костя, настоящий кофе. Она ее утешает. Ну, да. Спасибо. Все было хорошо. Наш сын женился летом. Он любил невестку. У него были идеи проектов для фирмы. Я не понимаю. Он не делал ничего странного в последние дни. Изменения в поведении. Нет, все как обычно. Послушайте. Мы все воскресенье выбирали домику моря, если... Правда. Было кое-что. Нет, ничего такого. Это глупо. Продолжайте. Он снял наличные. Много наличных. А не ты расследовал смерть парня в отеле пару лет назад? Да. Отель Дюнкерк около Северного вокзала. Денис Недри. Доктор, который вскрыл себе запястье в ванной. Найден горничной ванне и собственный кровь. Прямо как смерть Марата Давида. Уверен, что суицид? Честно, нет. Но я закрыл это тело, других было по горло. Хочешь кофе? Конечно, я все проверил. Дверь была закрыта изнутри, никто не заходил в комнату до того, как нашли тело. Я просмотрел записи с камеры. Он же не снимал деньги. Да. Кажется, тысяч пять евро наличными за день до. Пропали бесследно. И ты это вот так оставил? Ты серьезно? Ну. Слушай, моя жертва сняла восемь тысяч за одиннадцать минут до Жанны Дарка. И мы не нашли ни цента. Есть некоторое сходство, не думаешь? Осторожней с этим. Что? Ты можешь нажить себе врагов. Если слышишь стук копыт, а... Обычно это коня, не зебра. Слушай, избавь меня от игры в доктора Хаоса. Я не в настроении. Вообще-то это Теодор Вудвард. Цитата с его лекций в университете Мэрилэнда из сороковых. Кто это? В любом случае, если нитки есть, поверь, я за них потяну. Ну ладно, я в тебя верю. Кстати, кто такой доктор Хаос? А, здравствуйте, спасибо. Здравствуйте, файлы, которые вы запрашивали, инспектор. Ах, да. Не думала, что их так много. 983 заявления судебного процесса. О, Грант. Постойте, здесь ошибка. Мадемуазель? Еще один доктор, совершивший суицид. Извините, вы дали мне дело, которое я не запрашивала. Извините, инспектор, мы его забираем. А, нет-нет, вы не поняли, я бы хотела его забрать. Тогда вам необходимо отправить запрос. Полицейский архив подразделения полиции, а не библиотека. Но я как раз из полиции. Я знаю. Но дело не в этом. Есть процедура. Постойте, я могу поговорить с девушкой, которая его принесла? Не лучшая идея. Постойте, я могу поговорить с девушкой. Мадемуазель Астрит Нильсен. Да. Вы выдаете только те файлы, которые у вас запросили. Положите это на место и прекратите подобное поведение. Вы Астрит, верно? Не волнуйтесь. Я не волнуюсь. Я знаю, кто вы. Вы инспектор полиции, и мне не о чем волноваться. Я хочу посмотреть одно дело. Пожалуйста, ничего не трогайте. Все разложено в особенном порядке, несовместимом с вашей дезорганизацией. Спасибо. Ну, ладно. Видимо, моя репутация меня опережает. Мартино вам это сказал? Нет, не Мартино. Ваши заметки всегда слегка бессистемные, с грамматическими ошибками. На ваши дела уходит очень много времени. И много вы знаете о моих делах? В июле 2016-го вы расследовали убийцу из Булонского леса. С марта по август 2017-го дело «Четыли брак». Следующие несколько месяцев ограбления Лувра. Не так давно арестовали европейского парламентария за коррупцию. Но я не закончила. Я запрашивала дело о самоубийстве Дениса Недри. Вы принесли еще и Алана Гранта. Почему? Он детский психиатр, найден повешенным в офисе. Я знаю это дело. Ну, его знает вся Франция. Все медиане умолкали неделями. Взлома не было, но пропало семь тысяч. Я не связала два случая, но сейчас уже сложно не заметить сходства в этих делах. Три случая. Этот файл лежал не на столе. Да, простите. Я расследую суицид. Мужчина поджег себя на парковке. Доктор, как Недри и Грант. Есть деньги, которые пропали в никуда. Дело Алана Гранта само всплыло, когда вы запросили дело отеля Дюнкерк. В делах есть схожие показания. Какие? Что здесь происходит? Вас здесь быть не должно. Уходите или я позову охрану. Охрану? Да, охрану. А вот вы получите выговор. Я знаю, что директору вы нравитесь, но это не может спасать вас вечно, мисс Нильсен. Инспектор. Вы не должны позволять ему так говорить с вами. Вы нашли нечто, что упустили лучшие следователи города, Астрид. Инспектор. Уже иду. У тебя всегда с собой два зонта? Всегда. Что, если пойдет дождь, а первый сломается? Никогда не угадаешь. Лаплас приходил сегодня. Что ты сказала, мадам полицейской? Там схожие показания. Схожие? В двух делах. Я понял. Но нельзя вот так обращаться с файлами. Это уголовные дела. Однажды ты попадешь в беду, Астрид. Астрид. Прости. Прости, я просто о тебе беспокоюсь. Ты не видишь никаких границ. Не забывай, что случилось в прошлый раз. У меня была паническая атака. Побереги себя. Она расследует, а ты занимаешься бумагами. Она не такая, как другие. Астрид, твой отец просил меня позаботиться о тебе. Я сдержу свое слово. Я не могу выкинуть это из головы. Эти три дела связаны. Ты снова ходишь по тонкому льду. Все эти дела похожи. Ленуар, Недри и Грант. Три и доктор совершают самоубийство без особых причин. И деньги исчезают. Все указывает на принуждение. Сначала я подумала, таксилогическое. Вроде ГГБ, но результаты чистые. А если гипноз? Может, еще порчу приплетешь? Да. Рафаэлла? Да. Звонили из школы твоего сына. Что-то случилось? Нет, не волнуйся. Ты просто забыла его забрать. Спасибо, месье. Где Тео? Мадам Косте. Мы позвонили его отцу. Они только что уехали. Я задержалась на работе. Нам нужно поговорить. Извините, это был последний раз. Мадам Косте. Мадам Косте. Мадам Косте. Да. Эй! Это штраф за разговоры за рулем. Кажется, ты очень занята. Ему стоит побыть сегодня со мной. Рафаэлла, ты проиграла опеку. И опаздываешь даже в дни, когда он с тобой. Безумие! Это все еще не моя вина. Не начинай, пожалуйста. Привет! Уверена, тебе есть что рассказать. Да. Пойдем. Пока, папа. Пока, пока. Идем? Да хватит уже! Я голубой, она оранжевый. Алло. Инспектор Косте. Я бы хотела с вами встретиться. Мне есть что рассказать. Кто это? Это Астрид Нильсен. Нильсен. У меня есть информация. О чем? О двух делах. К-когда? Встретимся в департаменте. Я-я приеду в департамент. Г-голубой это я. Алло. Алло. Я обыграю тебя в воркрэш. Вот увидишь. Лол. Лол? С каких пор ты говоришь лол? Подожди. Черт. Део, помоги мне, пожалуйста. Да. Кто это? Если это шутка, то не смешно. До свидания. До свидания. Да. Она сказала да. У меня нет, да. Так о чем я говорила? Что ты обыграешь меня в воркрэш, да? Но сначала мы сделаем мою домашку, ладно? Ладно. Сначала домашка, ты прав. Астрид, что вы здесь делаете? Я пришла к вам. Вы не замерзли? Долго ждали? 45 минут. По расписанию вы начинаете в 7.30, а сейчас в 8.15. Расписание может меняться. Тогда в нем нет смысла. Верно. Проходите, грейтесь. Вход слева. Что? Вход там. А. Вот. Не очень вкусный, но зато теплый. Я не пью кофе. И вам тоже не стоит. В процессе обжарки выделяется акриламид, вещество, которое ВОЗ считает канцерогеном. А еще хаос правит вашим рабочим столом. Сегодня не так плохо. В двух делах есть схожие показания, открывающие связь дела отеля Дюнкерк и доктора Алана Гранта через токсикологию. Я тоже так думала, но отчеты о вскрытии чисты. В суициде в отеле Дюнкерк провели только общее вскрытие, а в деле доктора Алана Гранта результаты могли быть сфальсифицированы в процессе. Тем не менее, есть схожие показания, на основании которых можно предположить использование одного и того же вещества – смеси скополамина и атропина. Стоп, скополамина и чего? Скополамина и атропина. Ламина. Ламина. Они могут быть использованы со злым умыслом. И вы все это увидели в бумагах? В делах есть схожие показания. Пойдемте, нужно кое-что проверить. Вы идете? Вы не сказали, куда. Я предпочитаю знать, куда. Мне нужен правильный набор вещей. Всегда важно держать при себе правильный набор. А может быть, я не хочу идти, или на это нет времени? Я хотела проверить вашу теорию про… Скополамин. Да, скополамин. В первых двух делах ничего нет, но у нас есть жертва. Так что я приглашаю вас в морг. А, хорошо. В таком случае у меня нет времени. Я должна пойти в архив. Я работаю и не могу опаздывать. Ну, Астрид, вы разбирались в отчетах о вскрытии годами. Девять лет, одиннадцать месяцев, двенадцать дней. Да. И вы готовы упустить шанс посмотреть на вскрытие? Я этого не планировала. Хорошо, ладно, простите. В следующий раз отправлю запрос. Запрос – это отлично. Я знала. Что вам понравится. Кажется, Синий сбился. Док, надо достать самоубийцу. Лионель Ленуар, парковка. Здравствуйте, инспектор Костеи. Астрид Нильсен из полицейского архива. Она мой гость. Хорошо. Да, у нас есть основания полагать, что до самосожжения его отравили. Ну, это невозможно. Я делал проверку на токсины, не было ни следов скополамина, ни чего-либо необычного. Возможно, вы не знали, но скополамин задерживается на ацетилхолиновых рецепторах в центральной нервной системе. В крови он при этом не детектируется уже через час, в моче через полчаса. Итого, вы появляетесь без предупреждения, просите достать тело, а она еще и сторгает дурацкие теории. Вы не правы. Это проверяется прямым анализом дыхательных путей. Это вещество обычно вдыхают. Активный ингредиент исчезает из крови, но субстрат остается в дыхательных путях. Субстрат – это связующий молекулы. Я знаю, что такое субстрат, спасибо. Пожалуйста. Вы брали образцы из дыхательных путей? Нет, я проводил обычные тесты, это суицид. Ну, мы проверим, док. У вас тут пятно. Ну, хорошо. Ладно. Вперед. Посмотрим. Пойдемте, пойдемте. Ладно. Охранник успел потушить огонь. Дыхательные пути Ленуара не повреждены. Обнаружено 17 миллиграмм скополамина. Этого достаточно. Речь идет о чем-то вроде ГГБ. Но в отличие от наркотиков-насильников, жертва остается в сознании. Как будто она теряет свою волю. Она становится чем-то вроде… Зомби. Да. Почему они смеются? Смейтесь, но прокурор этот термин использовал в последний раз. Последний раз? Мадемуазель Нельсен привлекла внимание к похожему случаю. В 2015-м мы поймали троих ребят, которые украли около 10 тысяч у пожилых людей. Точно. Я над этим работала. Старики ничего не помнили. Но камеры банкоматов показали, что они снимали все средства, чтобы отдать грабителям. Но как вы угадали скополамина в отчетах, о вскрытии ничего не было? Или я ошибаюсь? Нечего добавить? Мадемуазель Нельсен. А в ответ, Тишин, вы меня слышите? Слышите. Кажется, она ничего не слышит. Мадемуазель Нельсен работает в полицейском архиве. Если у вас есть вопросы в фурне, задавайте… Я о том, что нет высомок доказательств, что первые две жертвы принимали скополамина. Тут он прав, Косте. Два дела ничего не связывает. Мы не можем начать расследование. Судья над нами посмеется. Нужны четкие свидетельства. Свидетельства. Астрид! Есть схожие показания. Астрид! Схожие показания. Не обращайте внимания на фурне. Вы ему нос утерли, и он на это тяжело реагирует. Целый набор. У вас талант. Я хочу вернуться в архив. Уже 12.10. Я должна была начать в 10.30. Опаздываю на 1 час и 40 минут. Я вас подвезу. Нет, я поеду одна. Я опаздываю на 100 минут. Вы не должны опаздывать. Всего доброго. Так кто эта девушка? Она знает свои документы. Слишком хорошо. Касте ее проверила перед тем, как подключать. Касте? Проверять? Да. Эй, как-то не очень красиво говорить о ней за спиной. Мартина, посмотри, что сможешь накопать об этой девушке. Но только тихо. Остальные занимайтесь своими делами. Пока что рано переключаться. Итак, нелегальная медицинская практика, владение животными без разрешения, в этот раз просто так не обойдется. Так что в следующий раз подумайте дважды. Лебрак, я забираю дело. Все нормально, инспектор. Я справляюсь. Это приказ, лейтенант. Иди доставай кого-то еще. Мадам, прошу. Гаитянская Вуду практикует 50 миллионов человек. Это не просто фокусы. Это бред. Прошу прощения. Этот отчет. Бред, собачка. Я удостоверю, что последствий не будет. И дам контакты санинспектора. Он-то вам и поможет. В обмен на что? Ничего. Вас арестовали ни за что. Хотя, если вы практикуете Вуду, вы мне поможете. Знаете что-нибудь о зомби? Хотите зомбировать коллегу? Вы по адресу. Не искушайте меня. Пойдемте выпьем кофе. Там тише. До свидания, Лебрак. Если честно, я и представить себе не мог. Я не знал. И никто тебя не предупредил? Никто. Какой кошмар. Прости, я думала... Нет, нет, ты... Надо же, как. Мы можем вам помочь? Странная девушка. Так есть приказ? Мадам Нильсен? Да. Следуйте за мной, пожалуйста. Зачем? Мы хотим задать вам пару вопросов. Я... Я не взяла свои вещи. Я не взяла свои вещи. Мы их заберем, идемте. Идемте. Не трогайте меня. Хорошо, не трогаю, идемте. Эй, Раф, я... Интересные новости о Супер-ГГБ. Не занят? Только не злись. Что случилось? Мартина нашел связь между твоей помощницей и суицидом Ленуара. Она была на парковке после инцидента. И что? Она есть на записи с камер. С ней сейчас ведут беседу в комнате для допросов. О, нет. Раф. Черт! Стой! Мадам Нильсен, почему вы были на месте преступления? Мадам Нильсен, молчание не есть хорошо. Скажите что-нибудь, мадемуазель Нильсен. Почему вы молчите? Вам есть что скрывать? Мадам Нильсен? Мы не арестовываем людей за появление на месте преступления, когда это публичная парковка. Это возмутительно. Дело не в этом. Что вы там делаете? Она знала жертву первого дела Алана Гранта. И не сказала тебе. Я пытался сказать. Он был ее психиатром. Хотел посадить насильное седативное. Ей поставили шизофрению в 12 лет. Это мотив, Раф. Комиссар, глава полицейского архива здесь. Месье Гайар, опекун мисс Нильсен. Где она? Заперта с незнакомцем. Вы что, не понимаете? У вас трит аутизм. Мадам Нильсен, что вы делали на парковке? О, мадам Нильсен. Почему вы молчите, мадам Нильсен? Ей что скрывать? Подайте хотя бы знак. Скажи что-нибудь, Астрид. Скажи что-нибудь. Месье Нильсен, вам стоит подумать об отправлении Астрид в специализированное учреждение. Но она говорит лучше. Я не знаю, почему она молчит при вас, но прогресс есть. Это в лучших интересах вас обоих. У вас опасная работа. Я полицейский, а не солдат в Ираке. Месье Нильсен, вам нужно свыкнуться с мыслью, что ваша дочь никогда не станет самостоятельной. Станет. Конечно, станет. Но я вижу ее дома. Я вижу ее прогресс каждый день. Он не прав. Но почему ты с ним не говоришь? Лепестки. Что? 35 лепестков. Цветок, на который ты смотрела? На прошлой неделе их было 32. Тебе нравятся цветы? Можем завести такие дома. Я знаю, что с тех пор, как мамы нет... 35 лепестков. Астрид, нет! Что это? Прости меня, пожалуйста. Прости. Это не твоя вина, милая. Мне не стоило их вот так оставлять. Кто эти мы? О чем ты, милая? В показаниях написано «мы». Мы заявляем. Кто мы? Отчеты с мест преступления всегда в первом лице множественного числа. Почему? Заявления даются под присягой. Видишь? Это не просто так. Я говорю от лица институции. Астрид сильно изменилась. Раньше такого не случилось. Она начала задавать вопросы об отчетах с мест преступления, про положение тела, следы крови. Не слишком ли мрачно? Нет, очень технично. Астрид сразу поняла криминологическую сторону отчетов, и с тех пор ее отец привозил ей бумаги из департамента. Они что, сами говорили о криминалистике? Астрид зацепилась за это? Криминалистика – это не только ее дар, но и ее спасение. То, что вывело ее из изоляции. Как она оказалась у вас в полицейских архивах? Я хорошо знал Нильсена. Он был моим другом. Попросил взять ее на стажировку. Полицейские архивы рая утичных людей. Она там уже 10 лет. Она вычитывает дела и в процессе запоминает. Малейшие детали. Конечно же, она помнит дело о своем старом психиатре. Она не подозреваемый. Мне очень жаль. Она арестована как подозреваемый в убийстве. Ничего не могу сделать. Но разве вы не понимаете? Она не заговорит в такой атмосфере. Поэтому она не говорила и с Грантом. Шеф, я поговорю с ней наедине. Каста, ты же знаешь. Я не могу. Мистер Гайяр прав, она ничего не скажет. Дайте мне попробовать. 10 минут. У тебя есть 5. Спасибо. Вы можете идти. Шеф дал мне 5 минут. Астрид, мне нужна ваша помощь. Поговорим? Я на вашей стороне. Вы знаете, кто я? Вы знали, кто я до того, как отдали дело. Вы отдали мне его, почему не зная, но подумали, что можете мне дверять. Поговорите со мной, Астрид. Понимаю. Я вытащу вас. 35 лепестков на прошлой неделе. На прошлой неделе их было 32. Их было 32. Котлея. Что? Котлея Трианы. Это Орхидея. Я видела такую там, где происходили суициды. Я поехала посмотреть, была ли Котлея там, где он сгорел. Зачем ей там быть? Это связь между делами. Я думала, что связь это с Кополамин. С Кополамин я нашла позже. Сначала я увидела связь в Орхидее, котлее Трианы. Но цветка на парковке не было. Я подумала, что ошиблась. Но я не могу ошибаться. Я искала что-то другое. И нашла С Кополамин. Я не особо понимаю. Я знала дело доктора Гранта. Я читала его несколько лет назад. И в вазе, на месте преступления, была Котлея. И? В офисе доктора Гранта всегда были цветы и розы. Он менял их каждую неделю, но это всегда были цинтифольные розы. Но на месте преступления обнаружили Котлею. Хорошо. Но отель Дюнкерп, я прочла дело раз двадцать. И про цветы там ничего. Вообще ничего. Да. Но там была Котлея Трианы. Орхидея. На картине. На картине над кроватью. Они забрали мои шнурки. Они забрали мои часы. Я принесу ваши шнурки и часы. Я хочу мои часы. Все хорошо. Спасибо, Острид. Спасибо. Сначала я увидела связь в Цветке, Котлея и Трианы. Но Цветка на парковке не было. Котлея и Трианы. Субтитры подогнал «Симон» 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 Как вы? Субтитры подогнал «Симон» Почему вы меня искали? Я хочу понять Всем привет Нас все больше с каждой неделей Здесь, в обществе анонимных аутичных Что, напоминаю, несмотря на акроним Не подразумевает, что аутизм Это зависимость Уже начинается, инспектор Уильям не любит опаздывать Но Сегодня можете присоединиться Итак, кто хочет начать снежный ком? Я работник-инвалид Я работаю в социальном центре Занимаюсь уборкой Мне грустно, потому что я не могу поладить с коллегами Они все время думают, что я слабоумный Ты не слабоумный, Макс Ты говоришь на 14 языках Ну, на всех с акцентом, как слабоумный Понимаешь Недавно Нейротипичный коллега показал мне Фото ребенка Он спросил, что я думаю Я ответил, что я думаю Он выглядит, как старый толстячок С помятым лицом Мне кажется, он был раздражен Иногда С нейротипичными людьми И так трудно Они очень чувствительны Нужно учиться действовать осторожно Не понимаю, почему У меня аутизм Но это не та болезнь, которую стоит стыдиться Вообще-то это даже не болезнь Мы рискуем выгореть, стараясь адаптироваться Я думаю, нужно искать баланс Мой сын аутист Ему девять И Он не говорит Я правда надеюсь, что у него будут проблемы с коллегами Потому что Это значит, что у него будут коллеги Будь осторожна Мне пора, увидимся через неделю Береги себя Я пойду Прошу прощения У меня тоже есть для тебя предложение Шеф разрешил тебе официально работать над делом Не как полицейская, конечно Но как эксперт Ты уже сотрудница полиции И знаешь подробности дела Интересно? Нет Слишком непредсказуемо Я не справлюсь Глава полицейских архивов прав Я пыталась и не смогла Не позволяйте другим решать за себя, Астрид У вас талант И возможно, вы лучший криминалист этого города Жаль его не использовать Ваша идея О котлее подтвердилась Да, я была права Да Только то, что кто-то может решить загадку про девять точек Не делает его экспертом в загадках Загадку? Про девять точек Спасибо До свидания, инспектор Большое спасибо Хорошего вечера До следующей недели Уильям Диагноз синдром Аспергера Одержимость компьютерами и поездами А вы? Простите, я не аутично Никто не идеален Я здесь с подругой Астрид Да С ней нелегко поладить, да? Я расскажу вам секрет Аутисты лучше нейротипичных Просто у каждого Своя хелесова пята О, да что вы Сложно поверить Правда Описывается в двух словах Специальный интерес Специальный интерес Да, возьмем меня, к примеру Со мной можно говорить о политике или футболе Можете очаровать хорошую погоду И я не пошевелюсь Но поговорите со мной о микропроцессорах Расскажите все о Pacific 231G Или разнице между самоходным транспортным средством и локомотивом Я не смогу устоять Pacific 231G Страдиварио среди паровых двигателей Поняла, спасибо Да, Pacific 231G для Астрид Головоломки Загадки Кубики Рубика Она их собирает И она знает о них все В этом ее слабость Если вы хотите ее внимания Без сомнения Она не устоит перед нерешенной загадкой Не сможет ни о чем думать Пока не разберется Спасибо, Вильям Если узнаете что-то о Pacific 231G То звоните Спасибо, Вильям Я понимаю, Астрид и не буду вас заставлять Но в этой загадке не хватает кое-какой детали Суммы слишком маленькие, чтобы быть мотивом Должно быть что-то еще Но что? Ладно, это не ваша проблема Спасибо за вашу помощь, Астрид Я вас больше не побеспокою Как-нибудь решу эту загадку сама Прощайте, Астрид Что здесь написано? Надо соединить А и Б Да Б А, Б Потом приготовьте лоб Да, и эту букву к этой Вот Видишь? Черт Что случилось? Я порезался Осторожнее, у нас еще расследование Кстати, о ранениях Это что еще такое? А, это? Да, ничего Повздорил кое с кем из школы И поверь мне, проблема решена Твой сын Он из Косте Так, вы знаете головоломку с девятью точками? А ты нет Ее все знают, мам Да Ну, расскажите Хорошо Вот есть квадрат с девятью точками И надо соединить их все четырьмя линиями Это же легко Попробуй Так Должно сработать А Нет Давай покажи Нет, нет, я сама Нет, это моя тетрадь по математике, мам Подожди Неправильно И как же математика? Забей, она сложная Ладно, я сделаю вот так Неправильно Неправильно Редактор сифровичек Эй, не детское время. Ну что, как у тебя дела? В романтическом плане? Да. Да, не как тишина с тех пор, как Селин меня вышвырнула. Это было два года назад, не пора ли дальше? А сама-то проводишь вечер с коллегой. Дай-ка мне. Ладно. Что ты сделала с Лебраком? Он сам не свой с утра? Ну, прервала допрос и отпустила его подозреваемую. Полегче, он еще молодой. Молодой, но думает как старик. Причем как старый расист. Так что, как видишь, периодически я восстанавливаю порядок вещей. И в этот раз мне это даже помогло. Чем? Женщина, которую он мучил, она из Мамбо. Занимается воду. Ну и что? Она много мне что рассказала. Смесь капаламина с антропином у них называется дыханием дьявола. Но гаитянь не одни. По зомби в Колумбии есть бурнданга. В Китае дыхание дракона. Нацисты использовали ее как сыворотку правды. Смесь не отслеживается. Готовится из обычных ингредиентов. Таблеток от морской болезни и цветочных экстрактов. Но кое в чем она была уверена. Работал специалист. В плане... Не все знают необходимую дозировку. Недостаточно? Жертва не почувствует. Слишком много умрет или сойдет с ума. Значит у нас профи. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь. Номер 63. Зайдете сами? Вы с иверной? Я не был там с тех пор, как нашли тело. Одно дело просто смерти в отеле. Это часть работы, но... Ванна полная крови. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладно. И что мы ищем? Прошло два года. Орхидею. Котлею. Визитная карточка убийцы. Или совпадение. Это картина. В отеле. Страшненькая. Надо убрать тридцатую. Хорошо. Девушки. Инспектор Косте. Убойный отдел. Опять по суициду? Не вы нашли тело? Я. Я вас помню. Я читала ваши показания в деле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Простите ее. Мы об этом не говорим. Слишком кроваво. Конечно. Одолжите пропуск. Мы проверим несколько комнат. Спасибо. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ага. Картины страшненькие, но не цветы. Цветы только в номере жертвы. Не понимаю, как я это упустил. Просто не обратил внимания. Не заметил даже персонал. Идем? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кумбия-Латинал. Ресторан и продуктовый магазин в Девятом округе. Специализируются на товарах из Колумбии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это Астрид, девушка из архива. Одно слово. Какое? Колумбия. Мне тут нравится. Это память полиции. И как следствие, общество, эволюция нашей морали. Учебник истории. Пару дней назад я наткнулась на дело Ландру. Дело Ландру? Да. Ландру. О наркотиках? Нет. Шутите? Поверьте, я не очень хороша в шутках. Так о чем? Дело Ландру. Одиннадцать женщин было убито и сожжено в конце 20 века. А-а-а. А, теперь вспомни. Конец 20 века. Я его не знаю. Оно должно быть в архиве. Отчеты хранятся 40 лет. Потом часть уничтожается, часть исторически ценная, архивируется. Ландру. Ландру. Даже если не очень хорошо его знаете, что-то должно всплыть в памяти. Иначе быть не может. Память не бесконечна. И ее нельзя забивать неважными вещами. Потому что тогда для важных не останется места. О, черт. О, да. О, вау. Я думаю, визуально. Даже абстрактным вещам нужно приписать физическую реальность. Так что, если мне нужно вспомнить что-то абстрактное из дела, я должна представить, как листаю отчет. Ясно. А-а, объясните? Да. Я начала с растения. Орхидеи, котлеи трианы. Это вид, знаковый для Колумбии, что подходит для Аскаполамина, который там называют бурунданго. Пока я изучала фотографии из дела доктора Гранта, нашла в библиотеке вот это. Путеводитель по Колумбии. С самосожжением сложнее, потому что отчетов в полицейских архивах еще нет. Но скоро будет черновик, я его веду. Именно. Но я нашла другое дело, где появляется имя Лионеля Ленуара. Дело о допинге. Его допрашивали. И там есть его медицинская карта. Он пил курс лекарств от малярии, рекомендованных ВОЗ всем странам третьего мира. Например, Колумбия? Колумбия, именно. С самоубийством в отеле, я думала, будет проще, потому что у жертвы был Фейсбук. Но фото из Колумбии у него на странице не было. Но посмотрите сюда. Вот сюда. На заднем плане диспетчерская вышка. Здание в стиле 70-х. А алюминиевый фасад не оставляет сомнений. Это аэропорт Богаты. Колумбия. Сколько это заняло? Два часа и 17 минут. Подводя итоги, я установила, что общей нитью в этих делах является Колумбия. Я очень впечатлена. Нет, серьезно. Это… Это едва ли половина дела. Теперь нужно выяснить, были ли они в Колумбии одновременно. Это уже не сложно. Нужно опросить все семьи и, может быть, проверить выписки из банка. Пойдем в мой офис. Дело пяти минут. Нет, нет. Это больше, чем пять минут. Не хотите проверить догадку? Потом вернетесь на работу. Ладно. Правда? Да. Идем. В другую сторону. Ах, да. Верно. Точно. Точно. Поймите, мистер Малкольн, как только мы установили, что жертвы были в Колумбии в одно и то же время, было несложно провести связь с вашей лабораторией. Билеты на самолет, номера в отеле – все на вашу лабораторию. С 20 по 26 октября в 2014 году все три жертвы получили от Назикар поездку в Колумбию. Постойте, поездка? Политика нашей компании крайне строга в этом вопросе. Мы организуем конференции, а не отпуска. Это семантика. Это больше, чем семантика. Конференции – способ узнать о новейших открытиях в медицине. Эти мероприятия сильно помогают в исследованиях. Трое докторов, побывавших на вашей конференции в Колумбии, впоследствии были убиты. Было ли что-то необычное в поездке? Что-то, что могло бы объяснить? Я занимаюсь организацией мероприятий лаборатории восемь лет. Я организовал сотни подобных конференций по всему миру. Сложно помнить все. Мне нужен полный список участников. Извините, это конфиденциальная информация. Без официального ордера я вынужден отклонить подобный запрос. Отчет. Иск отозван. Сельвий Лассарт. Извините, я не должна перебивать, когда другие говорят. Нет-нет, Астрид, продолжайте. Мне знакомо ваше имя, я видела его в деле. Дело об изнасиловании. Закрыто два года назад. Жертва отозвала иск, как и двое других. Еще двое? Ух ты. Должно быть, дорого вам обошлось купить молчание всех трех. О чем это вы? О трех обвинениях. Ваши сотрудники будут весьма впечатлены новостям о том, что их ивент-менеджер позволял себе такое. Эти обвинения были беспочвенными. Ну, я свяжусь с жертвами и предложу высказать им свою точку зрения. Сами знаете, как работает социальная сеть. Никогда не знаю, что есть правда. Прощайте, месье Малхольм. Астрид, идемте. Постойте. Не думала, что мы получим все 104 имени так быстро. Это был шантаж? Так ведь, инспектор? Да, спасибо за это. Расскажите, как это у вас выходит? Может, выпьем? Зачем? Ну, поговорить, познакомиться как следует. Я с вами знакома. Вы инспектор Коста. Ну, вы понимаете, о чем я? Поговорить обо всем технически невозможно, а ни о чем это ничего. Я хочу вернуться в архив. Ну, постойте. Слишком тяжело. Это сводит меня с ума. С вами очень сложно. Да вы шутите? Это мне с вами сложно. Я думала, что это возможно, но нет, не сработает. Я так не могу. Вы слишком непредсказуемы. Теперь я понимаю, почему вы не получили опеку над сыном. Вы вообще смотрите в глаза людям? Так надо делать, когда вы их оскорбляете. Возвращайте свой пузырь. Да, стоп. Когда говорите? Нет, это через три месяца. Да нет, ладно, как хотите. Спасибо. До свидания. Твоя новая подружка не придет? Закончил? Угу. Хороший улов? Весьма. Подтвердилась связь между всеми жертвами. С конференции на Зикар в Колумбии. Список всех участников. Круто. Угу. Полагаю, здесь могут быть потенциальные жертвы. Или подозреваемые. Что будешь делать? Всех обзвоню. Нужен методичный подход. Их 104. Нет, Раф, не смотри на меня так, нет. Да ладно. Ну, нет, слушай, нет, А какую еще мне попросить? Они, доктора, самые жестокие люди в мире. Я говорил с офтальмологом. Ждал его 15 минут. И меня тошнит от Вивальди. Спасибо. Методично. Начну с конца. Девять точек четырьмя линиями. Это невозможно. Что у тебя? Классика. О, романтично. Вальс цветов, Чайковский. А у тебя? Не знаю. Джонни Кэш. Видимо, модный доктор. Здравствуйте, приемная врача. Здравствуйте, я могу поговорить с доктором Терри Рексом, пожалуйста. Извините, он с пациентом. Могу передать сообщение? Это инспектор Костео, бойный отдел. Жизнь доктора может быть в опасности. О, я вас свяжу. Это будет быстро. Хорошо. И сколько вас там на катере? Хорошо. Спасибо, доктор масон. Я перезвоню, если что. Эй, а доктора, они любят холод? Неудивительно. Картахена ведь славится не своими достопримечательностями. Проституция там легальна, и думаю, негласным девизом конференции было «Оставь жену дома и веселись». Зачем ходить с бутербродами в буфет? Некоторые участники сказали, что с организаторами Назикара можно было договориться о развлечениях. Ян Малкольм. Вполне возможно, раз уж он организатор поездки. И он не очень хотел выдавать списки участников. Нам не нужно смотреть на сеть компании. Все у него в компьютере. На получение ордера у нас уйдет вечность. Кто сказал, что нужен ордер? Реф. Обувь. А, спасибо. Кое-кто будет в восторге. Простите, я бы предложил вам сок, но он кончился. Нет проблем. Все хорошо. Так, насколько я понимаю, идея в том, чтобы взломать компьютер Яна Малкольма и найти документ, который он наверняка удалил пять лет назад. Все так вели им. Что такое? Что случилось? Это технически невозможно. Так и думала. Технически невозможно, но так интересно, кто-то взломал его систему. Возможно, у него стоит система предупреждения. Риск, на который я готова. Супер. Я должна позвонить цену. Да? Да. Каждый вечер в восемь двенадцать мы созваниваемся. Это уже как ритуал. Я понимаю. Спасибо. Привет, родной. Привет, родной. Девушки отдыхают. И есть. И есть. Простите. Простите. Я уснула. Нет, нет, нет. Не извиняйтесь. Депривация сна, как бы сказать, наносит ущерб мозгу через окислительный стресс. Спасибо, я в порядке. Просто был дурацкий сон. Да, сны помогают мозгу развиваться через симуляцию реальности. Сны для мозга, как симуляторы для пилотов. Способ тренировки без реальной опасности. Кофе? Да, пожалуйста. Простите, но кофе тоже нет. Воды? Да, спасибо. А когда вы спите? Редко ночью. Смотрите, я достал нужные файлы. Супер. И что там? Ленуар, Недри и Грант были на прогулочном катере 25 октября 2014-го. За день до конца конференции. Только эти трое? Нет, смотрите. Гид... Я-М. Ян Малкольм? Мне надо позвонить, хорошо? Конечно, конечно. Нико, это Раф, слушай, есть подтверждение. Ленуар, Недри и Грант катались на лодке. И гидом у них был Ян Малкольм. Все мертвы, кроме него. Нико, мы нашли маньяка. Нужно действовать. Мой друг говорит, что его система бьет тревогу. Возможно, она его неприятно разбудит. Мой друг. Нет, надо задержать его прямо в кровати. Да. Здорово, как я могу вас отблагодарить. Спасибо, это спасибо. П-пожалуйста. Я позвоню? Да-да, конечно. Мой друг. Обстановка накаляется. Если сможешь передать Хелен, не углубляйся в детали, ладно? Просто скажи, что я скоро напишу и все объясню. Нет, нет, она с матерью в Британии. Нет, лучше не стоит. В любом случае, мне пока что лучше залечь на дно. Черт. Здравствуйте, месье. Здравствуйте. Нет, ничего. Это уборщица. Ну, до скорого, друг мой. Спасибо еще раз. Третий этаж, где отряд? Десяти минут. Времени нет, рисково. Идем сами. Хорошо. Черт, котлея. Черт. Месье Малкольм. Месье Малкольм. Это инспектор Косте. Мы виделись, помните? Мы можем вам помочь. Мы можем спокойно это обговорить. Хорошо? Не двигайтесь. Инспектор Косте, убойный отдел. Человек вот-вот выпадет из окна. Спокойно, спокойно. Просто не двигайтесь, хорошо? Мы вам поможем. Ладно? Мы со всем разберемся. Скорее, пришлите помощь. Руш, Аброль, 69. Так, спокойно. 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 Нет! Он еще дышит. Что случилось? Криминалисты теряют время. Ни взлома, ни следов борьбы. А я потеряла основного подозреваемого. Я знаю, что тебя развеселит. Я же не пью на работе, шеф. Кое-что получше, Рафаэло. Рафаэло? Ты меня так называешь? Что случилось? Идем. Сам европейский парламентарий. Клянусь, я непричастна. На его арест дал санкцию лично судья. Что случилось? Мы получили документы, подтверждающие твою правоту. Теперь он не отмажется. Откуда документы? Анонимный источник. Бумаги находились в конверте архива. Астрид? Астрид, здравствуйте. Мы не могли бы с вами вместе пообедать. Мне очень жаль, но я не могу. Я знаю, что вы отправили документы. Не представляете, насколько это важно для меня. Я хотела вас поблагодарить. После я вас оставлю. Вы не понимаете. Кто-то занял мое место. Я не могу обедать, если я не на своем месте. Извините, кажется, вы заняли наш столик. Но здесь, кажется, полно места. Вот именно, можете есть где угодно. Забей, эта подружка сумасшедшая, тоже поехавшая, наверное. Сумасшедшая слишком скромная, чтобы сказать, что вы ее раздражаете. Угу. Уходите. Прошу прощения. Астрид? Это мое место. Спасибо большое. Меня нельзя раздражать перед обедом. Я злюсь, когда сахар пониженный. Отличное место. Далеко от шумных кулеров, кондиционеров, еще и свет из окна. Хороший выбор. Мне жаль, иногда я говорю вещи, не понимая, что они значат для других. Мне не стоило упоминать вашего сына. И мне не стоило говорить те вещи. Я не живу в пузыре. Просто моя повседневность очень организована, и многое для меня значит. Это якорь, привязка, чтобы не потеряться. Я понимаю. Но с тех пор, как я вернулась в полицейский архив, ни о чем другом не могу думать. Расследование. Как оно идет? В тупике. Последнее место преступления чисто. Место преступления? Место преступления? Науке всегда есть место. Хотите пойти посмотреть? Инспектор Косте. Инспектор Косте пригласил меня на место преступления. И я хочу принять приглашение. Не забудь взять второй зонтик. Приятного аппетита. Это на случай, если первый сломается. Полиция. Запретная зона. Астрид? Запретная зона. Я это санкционирую, Астрид. Простите, вы... Да. Астрид Нелесен. Полицейский архив и наблюдатель. Да, наблюдатель. Только наблюдать. Не говорить. Что-то не так? Ваш подход к делу не строго соответствует протоколу. Я вижу, как минимум три нарушения. Уже. Спасибо, Астрид. А теперь пусть он делает свою работу. Верно. Наблюдать. Да? Жертва была здесь, когда получила порошок в лицо. Как она узнала? Мы нашли микрочастицы скополамина на диване. Их почти не видно. Не в этом дело. Подушки. Что? Подушки. Их взбивали, как будто переставляли. Кроме этой. Папа всегда взбивал подушки, чтобы их очистить. Кресла двигали. Ковёр тоже. Должно быть, он пошёл сюда, чтобы открыть окно. А ещё он споткнулся. Всё так. Мы такого не увидели, но всё сходится. Постойте. Жертва была на диване? Он не насторожился, когда преступник подошёл? Он знал нападавшего? Тут есть ещё кое-что, но я не скажу. Пожалуйста, скажите. На столе слева пыль, а справа нет. Потрясающе. Как мы не заметили. Вы не смотрели. Ну, можете не переживать. Вы не первая. Это странно. Уборщица не очень внимательна. Если стираешь пыль с одного стола, то и с другого тоже. Либо она отвлеклась на что-то другое. Думаете, на него напала уборщица? Я думаю, в этой роли удобно близко подбираться к жертве и оставлять картины котлей в комнате отеля. Что? Отель «Дюнкерк». Вот. Тогда работало 15 человек. Флорес. Виолетта Флорес. Она была записана в телефоне Малкольма. Кажется, колумбийка. Колумбия. Вы встречались. Это она нашла тело. Трудолюбивая, серьёзная, безупречная. Никаких проблем до вчера. Вчера? Внезапно попросила рассчитать её. Пришлось разбираться с этим с утра, и она тут же ушла. Спасибо. Всего доброго вам, месье. Проходите. Полиция не любит иностранных дипломатов, лезущих в их дела, но я достал информацию, которую вы просили. По имени Виолетта Флорес есть ходатайство. Против неё? Нет. Она сама его подала. Пять лет назад. И в чём же дело? Мадам Флорес заявляла, что её сестру изнасиловали и убили четверо мужчин, силой затащившие их обеих на прогулочный катер. Французы, видимо, доктора. Судя по заявлению, её сестра сопротивлялась. Была борьба с напавшими, и её сестре сломали шею. Потом тело её сестры выбросили в море, пока та была ещё жива. И они сделали это при Виолетте Флорес? Судя по всему, мадам Флорес заставила их думать, что утонула, но сама спряталась под навесом шлюпки. Поняла. Её показаний достаточны для возбуждения дела? Сложно довести неподтверждённое обвинение до колумбийской полиции. Тело её сестры так и не нашли. Да и проститутка, заявляющая об изнасиловании, сами понимаете, они всякое проворачивают с туристами, в том числе и ложное обвинение. Это происходит всё время, и редко проигрывают туристы. Она приводила имена? Возможно, но в записях не осталось. А да, есть имя её сестры, пропавшей. Назовите. Её зовут Котлея. Котлея Флорес. Нико-Нико, скажи, что у тебя что-то есть. Мы отследили её номер. 18-й округ. Совпадает с адресом. Думаю, стоит попробовать. И, возможно, она собирает вещи. Да, но стоит того. Нельзя упускать шанс. Всё. Внимание! Мы арестуем Виолетту Флоренс дома. У неё могут быть сообщники. Она убила троих людей. Ещё один в больнице. Николас, свяжись с прокурором. Давайте, давайте. Поспешим. Она не должна ускользнуть. Скорее! Простите, иногда меня уносит. И я не вижу. О, чёрт. О, нет. Проблемы, инспектор Косте? А может, и нет. Может, может быть. Может, нет. Здравствуйте, мадам. Я ищу Тео Кастер-Уже. Вот бумаги. Конечно. Доверенность, подписанная матерью и утверждённая полицией. Справка о несудимости. И моё удостоверение. Спасибо. Тётя, я рад, что ты пришла! Тётя, это я. Удостоверение? Да, пожалуйста. Спасибо, мадам. До свидания. До свидания, мадам. До свидания, Тео. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Мадам Флорес, полиция! Мадам Флорес, мы заходим! Давайте. Месье, вы ранены. Можете опустить формальности. Вы же взрослая. Да, но я формальна со всеми. Так я не ошибусь. Идея хорошая. Спасибо. Так это рано? Я подрался в школе. Драться нехорошо. Знаю, но на самом деле меня побили. Не круто хорошо учиться и на два года опережать других. Но не говорите маме. Пожалуйста, ладно? Я ничего не скажу инспектору Косте, но вам стоит сказать ей. Не знаю. Мама выглядит жестокой, но она не такая. Так и не подумаешь, пока она ругается, но я знаю. Она пытается это скрыть, но иногда она плачет. Знаете, Тео, я всегда справлялась сама. Но иногда людям вроде нас нужны люди, как инспектор Косте, чтобы помочь разобраться с некоторыми ситуациями. И здорово, если мы тоже сможем им помочь. Вы хорошая, мадам Нильсен. Я рад, что вы работаете с мамой. Присматривайте за ней, когда я не рядом. Мило с вашей стороны. Но это один раз. Не уверена, что мы продолжим. Но было бы здорово. Да, было бы. Привет, мам. Ты знала, что первую загадку в мире придумал Архимед? Она называлась Томахион. Круто. Тео сказала, вы не смогли решить девять точек. Это первоисточник. Вот она как. Тео, подождешь с Николасом? Я говорила с колумбийским коллегой. Он прочитал вашу жалобу. Вам, наверное, 21? Удивлены, что так мало? Мне было 16, когда нас затащили на тот катер. Котлеей было 18. Я никогда не спала с мужчинами раньше. А те люди были очень пьяны. Неадекватны. Сестра пыталась меня защитить. Вы говорите, что не занимались с сексом раньше. Простите, но я должна. Это... Наша приемная мать. Девственницы стоят дороже. Местная полиция не приняла ваше заявление. И вы приехали во Францию, чтобы добиться справедливости, так? Я не могла позволить этому сойти им с рук. Я не знала имен. Один дал мне сигарету на борту. И оставил спички. Там было название. Отель Дюнкерк, Париж. Вы приехали в Париж из-за спичек? Не из-за спичек. Это судьба. Бог послал. Мне подсказку, чтобы найти убийц моей сестры. Я устроилась на работу в отеле. Однажды мужчина с сигаретами приехал снова. Когда я увидела его лицо... под наркотиками он назвал остальные имена. Но их лица навсегда вышены. Здесь. Вы не боялись, что вас узнают, когда нанимались? Они наняли меня. Как уборщицу. Никто не смотрел дважды. Я была объектом в их услужении. Ее посадят. В следственный изолятор. Дослушание. Заявление, которое вы так любите, принесут справедливость. Спасибо, ребят. Только после слушания мы узнаем, виновата она или нет. Я знаю закон, но она же еще и жертва. Мы не можем вершить самосуд, будет бардак. На Яну Молкольму заведут дело о том, что он сделал с котлеев Ларес? Он сейчас в реанимации. Я составлю дело, но потом все зависит от колумбийской полиции. Все не черно-белое, а стрит, понимаете? Не очень. Рафаэлла, я буду рада помочь вам. Сделаем против Молкольма. Спасибо, острит. Угу. Ку-ку. О! Привет. Мам, не хочешь суши на ужин? Я не ем сырую рыбу, но шашлык в М-12 мне нравится. Спасибо. И добро пожаловать на борт. Рафаэл. Я сделала это для вас. Спасибо, Астрит. Пожалуйста, но я не понимаю. Вы нейротипичные, иногда такие странные. Удивительно. Нет никакого смысла платить в шумном и неудобном месте за то, что вы можете приготовить дома. Не принимайте на свой счет, но, честно, я не понимаю. Поговорите, пообщаться. И два кофе, пожалуйста. Вы можете рассказать мне про головоломки, например? Почему же они вам так нравятся? Загадки. Мне больше нравится слово «загадки». Загадки лучше, потому что головоломки сложно визуализировать. А, понимаю. Да. Моим основным увлечением всегда будет криминалистика. Но говорить с людьми о процессе разложения тела или о том, что следы крови могут рассказать следователю, людям… Это их пугает? Страшно. Да. Астрит? Загадки странные, но не страшные. Более социально приемлемы. Больше всего мне нравится, что они заставляют нас посмотреть на вещи иначе. Мы застреваем на задаче, если смотрим под одним углом. Когда надо повернуть на 30 градусов и посмотреть иначе, чтобы разобраться. Выйти за рамки. Что-то не так? Вот оно. Вот оно. Вот оно. Вот оно. Выйти за рамки. Постойте. Вот. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Я выхожу за рамки. и вот. Вот. Вы ее решили. Но это тканная салфетка. Это загадка про девять точек. Она решила загадку. Астрид. Мои точки разные. Где? А, на тарелке? Нужно ли заменить? Точки? Тарелка Астрид. Астрид. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Астрид. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова